О ситуации с карьером в территориальном управлении Чулковское наслышаны многие. Исходящие оттуда неприятные запахи и завозимый грунт сильно беспокоят не только местных жителей, но и людей из соседних поселений. Глава Раменского городского округа Виктор Неволин встретился с местными экоактивистами. То, что это экология, исходящий запах может влиять на здоровье жителей, как это было в Волоколамске, никто этого повторения не хочет. Все опасаются за свое здоровье совершенно обоснованно. На территории Чулковского территориального управления находятся несколько объектов, которые производят эти работы. Это захоронение Аметист, это компания РГУК и компания ГРУК ЭКО. Три компании, которые осчитывают эти работы. На одной из площадок захоранивается его осадок, на другой из площадок захоранивается и разделяется бытовой мусор на франции и перерабатывается ГРУК ЭКО. На третьей площадке захоранивается Аметист, то, что привозят сейчас по договору с 27 числа. В территориальном управлении Чулковской возле упомянутого Вышекарьера работают три предприятия, которые занимаются рекультивацией. С 29 декабря на территорию ООО Аметист свозят грунт с места строительства и очистки объектов возле МГУ имени Ломоносова. Жители усомнились в результатах проверки, доставляемого грузом. Кроме того, они задаются вопросом о том, насколько ответственны другие компании, расположенные на той же территории, а именно ООО «Виватранс» и «Грунт ЭКО» выполняют свои обязанности по рекультивации грунта. Местные жители уверены, что в этом кроется причина неприятного запаха, царящего в округе. Водичь там стоит конкретная. Они просто могут его там, этот запах, регулировать, потому что там у них стоят газы от водной трубки, из которых идет газ. Они могут их перекрывать или открывать. Ночью они их открывают, что людям дышать нечем. Нужно делать так, чтобы этой контура там не было совсем. Нужно все закрывать. По результатам встречи Виктор Неволин и эко-активисты составили список вопросов, которые администрация Раменского городского округа направит в профильные ведомства и прокуратуру, а также будет настаивать на дополнительных проверках. Давайте таки оплату посмотрим. Мы сейчас останемся 2-3 человека, которые... Вот все, что я сейчас сказал, я могу зачитать, чтобы было понятно или не надо? Слышали, да? Вот это все мы сейчас обречем в бумажную форму, приложим все документы, которые у нас есть, и направим. У нас есть связь телефонная с вашими представителями, есть связь с депутатом Константином Владимировичем и с руководителем территориального управления. Сергей Дружинин и Андрей Полстунов для программы «Городские вести». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...